Здравствуйте, меня зовут Инна Деменкова, в мастер-классах у Ильдара Абдразакова я участвовала в 2020 году. Все очень просто, спасибо большое социальным сетям. На Ильдара Абдразакова в инстаграме я подписана уже очень давно, и там как раз я увидела информацию о приеме заявок на эти мастер-классы. Попало очень просто, как и все, подала заявку, но случились некоторые технические неполадки, и уже на четвертый раз мою заявку таки приняли, потому что не приходило письмо, не приходило мне уведомление, и мои видео не доходили, то там с размерами было что-то не то. В общем, я в последний вагон запрыгнула одной ногой, а потом уже второй, после того, как меня утвердили. Я могу сказать, что была очень дружелюбная обстановка, очень простая, очень располагающая к работе. Именно ты не думаешь о том, как себя показать, ты думаешь о том, как взять те знания, которые пытаются тебе дать Ильдару и Лучану. Я им очень благодарна. Я очень люблю, когда работают с текстом. Я очень уважаю таких людей, которые работают над орфоэпией, произношением на итальянский язык, очень тоже важен, потому что зачастую мы очень это коверкаем. И вот когда позанималась я с Лучану, я лишний раз убедилась, то, что итальянцы, они произносят текст, вот правда, очень близко, очень открыто. И мне было очень важно это услышать от итальянца по итальянскому произношению. Моя жизнь изменилась, конечно же, в лучшую сторону, потому что по окончанию мастер-класса, спустя некоторое время я окончила Академию Хорового Искусства. За это время я подписала контракт с международным агентством «ТАКТ». Также я должна была петь несколько проектов, очень интересных постановок именно опер в концертном исполнении. Конечно, когда я узнала о том, что меня пригласили на участие в Гэлла-концерте в Большом зале консерватории, у меня перехватило дыхание, я не знала, что мне делать. Звонить, кричать на улице от радости у меня так немножечко в голове такой был сумбур, но потом это все спало, надо было быстрее-быстрее думать, что петь, быстрее советоваться, потому что был всего лишь один день на репетицию. В итоге, конечно же, посоветовавшись с Эльдаром и с другими участниками концерта, мы решили, что лучше петь Моцарта. Это не было мое первое выступление перед большой аудиторией, но скажу, всегда выходя на сцену Большого зала консерватории, ты ощущаешь мега ответственность, какой-то кураж, я не знаю, какая-то магия с тобой происходит, ты уже не ты. И когда я стояла на сцене Большого зала консерватории, я не волновалась, я не чувствовала, что мне страшно или как там, я пробью зал или не пробью, я просто кайфовала от этого действия, благодарила Эльдара за то, что он дал мне такую возможность. Вот. Всегда эти моменты, этот гала-концерт, я вспоминаю с такой теплотой. Было очень душевно, даже нас поддерживали другие участники концерта. Вероника Джиоева, вообще она потрясающий человек, который поддержал, который слушал меня за кулисами, потому что, конечно же, мы волновались все. Вот. Лучано Ганчи, который задержал за меня кулачки. И, конечно же, Эльдар, который прям от начала до конца слушал мое выступление, когда я уже ушла за кулисы. Он обнял меня, сказал, ты молодец, я слушал тебя, все было супер. Неужели такое бывает? Неужели такое бывает, что люди с таким именем, с таким стажем сценическим вообще обращают внимание на таких певцов? Да, такое бывает, такое бывает. Это называются люди с большим сердцем. Вот так что я буду благодарить Эльдара всегда. Всегда. Я могу сказать точно, сто процентов, что Эльдар делает колоссальный труд, потому что очень сейчас важно молодым певцам, чтобы им давали какой-то шанс, какую-то дорогу, хотя бы тропиночку или ниточку, за которым можно подержаться. И Эльдар дает эту возможность. Я благодарна Эльдару за возможность стоять на сцене с такими певцами, за возможность смотреть и наблюдать, как они работают. Я думаю, что этот фонд будет жить очень долго. Я хочу пожелать этому фонду расти, развиваться, творческих каких-то вдохновений на новые проекты. И, конечно же, пусть этот фонд мотивирует молодых певцов на какие-то свершения. Будущим участникам мастер-классов я желаю, самое главное, оставаться такими, какие вы есть, потому что это самый главный ваш изюм. Вы настоящие, вы искренние, вы талантливые, знаете об этом. И несите это в массы. И никого не слушайте. Слушайте только тех людей, которым вы доверяете. Вот, наверное, все. Спасибо большое за участие в проекте фонда Ильдара Абдрозакова. Фондю любит тебя!